добрый день дорогие друзья добрый день пользователь канала сегодня воскресенье 2 апреля 23 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем разговор о политике сегодня мне хотелось бы обратиться к теме вероятной декомпозиции соединенных штатов в двадцать четвертом году в результате глубочайшего кризиса на президентских выборах эта тема навеяна вашими комментариями в основном комментариями наших уважаемых американских собеседников спасибо вам большое за то что вы нашли время на спасибо за то что вы так откровенно делитесь вашими впечатлениями о том как вы видите чувствуете переживаете эту ситуацию углубление кризиса изнутри мне хотелось бы с самого начала подчеркнуть что такая такая модель такой сценарий распада сша рассматривался учеными начиная с 90-х то есть начиная с момента распада ссср американские ученые сказали как так мы не учитывали что такое может произойти то есть американские институты рассматривали варианты мирного существования и прочее ссср вплоть до середины третьего тысячелетия и они не учитывали того что сср может распасться рухнуть в том виде в котором это произошло то есть буквально в одночасье и поэтому ученые сказали что мы также должны учитывать и такой сценарий сценарий крушения сша поскольку это федеральное государство и мы должны уделять в наших исследованиях также моделированию такой вероятности и это было все на уровне гипотезы в 90 и далее пока в шестнадцатом году хиллари клинтон не отказалась принимать результаты выборов как вы помните она заказала досье бывшему агенту британской разведки кристоферу стилу он его сфабриковал и на основании этого сфабрикованного досье она вынудила конгресс сша искать не существующие доказательства вины президента трампа который якобы вступил сговор с кремлем на это были потрачены 42 миллиона долларов из казны средства американских налогоплательщиков конечно же никаких доказательств не было потому что и быть их не могло и это только усугубило взаимоотношения между двумя основными политическими силами и меня подвело к следующему кризису следующий кризис разразился в двадцатом году на выборах двадцатого года я хочу вам напомнить то что президент трамп не признавал и по сей день не признают результаты этих выборов то есть конфронтация в американской политике стала беспрецедентной и проблема заключается в том что больше нет политического центра то есть больше нет ни намерения ни желания двигаться к центру и искать компромисса то что раньше называлась бай партизан надо сказать совместной да конечно есть совместные голосования но они весьма и весьма редки было одно такое не так давно но это исключение из правила потому что по большинству политических вопросов конгресс занимает прямо противоположные точки зрения в рамках то есть каждая политическая сила настаивает именно на своей позиции и если вы оглянетесь назад то конечно это представляется чрезвычайно далеким и иллюзорным когда мне президент буш отец оставил письмо от руки он написал и письмо от руки президенту клинтону когда тот первый раз победил на выборах это 92 год и он написал о том что тот всегда может к ему обратиться то есть написал что это высшая миссия служения американскому народу и вне зависимости от политических взглядов он всегда готов ему содействовать то есть он может всегда к нему обратиться что он никогда не должен терять мужество он никогда не должен терять веру свою программу то есть он должен всегда настаивать на осуществлении того что он обещал своим избирателям то есть это действительно очень человечное это не просто политическое очень человечное письмо и я думаю что последний раз в стиле республики такая мирная передача власти состоялась в 2009 году когда буш сын и лора передавали власть обами и мишель то есть это действительно было необыкновенно дружественно это было я бы сказала не просто мирно это было гармонично то есть это был последний раз 2009 год после этого все все оказалось поле боя и это поле боя не становится все более более ожесточенным поэтому не в настоящий момент моделируются эти варианты поскольку уже сейчас для ученых очевидно что ни одна политическая сила не намерена принять поражение то есть вне зависимости от того кто победит республиканцы или демократы проигравшая сторона не принимает результат но на этот раз я хотела подчеркнуть что республиканцы готовятся к этому очень всерьез то есть предыдущий раз они были застегнуты врасплох то есть они не подозревали что такое может случиться и это их подвело в настоящий момент у них готовится план b то есть у них есть не только план а что они победят но у них есть также план б и этот план б также включают в себя различные пути и варианты вплоть до создания независимого государства государства техас и это государство будет включать в себя великие прерии то есть конечно есть разные варианты я хочу еще раз подчеркнуть что в этом коротком материале я не буду делать обзор всех возможных вариантов того как произойдет декомпозиция то есть это не очевидно потому что разные ученые настаивают на разных сценариях колоссальное значение имеет лингвистика то есть на каких языках где проживает большинство латинос и так далее то есть у них свои расчеты если вам интересно мы можем об этом поговорить но схематически это будет выглядеть так то есть это будет атлантическое побережье это будет центральный центральный регион то есть это будут великие прерии с выходом на мексиканский залив соответственно представляете себе хьюстон мексиканский залив на то есть это государство техас и союзницы и соответственно калифорния и также союзницы то есть это тихоокеанское побережье то есть схематично это будет три основных блока и когда встает вопрос о ядерном оружии то на самом деле это не вопрос потому что скорее всего от него откажутся и со стороны атлантики со стороны тихого океана и его оставят как очень дорогостоящую услугу для обороны граждан его оставят техасу него оставят в остине и таким образом все это разрешится заключением договоров о ненападении так далее потому что как вы видели на примере советского союза на примере с армия никого не спасает в такой ситуации потому что это идеологический вопрос это вопрос чисто гражданский когда граждане хотят развестись то есть это как развод как полиция может вам помочь как карме можно помочь никак то есть это будет дело гражданских и соответственно когда они произведут эти юридические процедуры на то и не вооруженные силы также разделиться между тремя этими блоками и соответственно начнется новая жизнь конечно это очень будет интересным моментом истории но я хотел бы сказать что возможно это и тот сценарий на который уповают калифорнийцы потому что большому тэку изрядно поднадоело государство с его ограничениями и ограничительными поэтому возможно для них наилучший вариант это создание страны калифорния такой большой калифорнии собственно калифорния это 40 миллионов человек то есть это уже грандиозно и мы можем поговорить о том как это будет выглядеть какие будут варианты развития если вам это интересно пожалуйста напишите мне я надеюсь что у нас сегодня будет интересная дискуссия особенно со стороны американских собеседников потому что они проявили себя очень креативно предыдущем материале я надеюсь что это традиция это станет традиция я прошу вас обязательно пишите откуда вы потому что когда вы пишете без географии без топонимов это очень сложно понять спасибо вам всем большое за участие в дискуссии за ваши лайки за вашу подписку и конечно отдельное грандиозное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал донатами на развитие дорогие друзья желаю всем прекрасного воскресного дня и жду ваши комментарии